всем привет друзья сегодня приготовим сочная ароматная азербайджанская пахлава азербайджанская пахлава имеет неповторимый вкус в каждом регионе азербайджанах пахлаву готовят по-своему есть пакинская пахлава шикинская кубинская янжинская и так далее пахлава сладкая многослойная для ее приготовления требуется время и терпение но результат того стоит это сладость обязательно готовят найден из самых любимых и главных праздников в азербайджане но врусбайрам поделюсь своим рецептом по подогретую молоко спаем дрожжи и сахара берем глубокую миску просеиваем муку добавляем пакетик ванилин немножко соли опару яйца сметана и топленое масло перемещаем добавляем теплое молоко и месим тесто тесто должно оставаться мягким и не забитым наше тесто гладкое мягкое с маслянистым песком накрываем оставим на час пока тесто отдыхает в тепле займемся начинкой измельчаем орех и добавляем сахар кардамон и кориандр перемещаем выливаем на миндаль горячую воду немножко подождем очистим его от щелухи для сиропа смешиваем сахар вода дольки лимона шафран и квоздика сироп готова даем остыб пахлава довольно долго хранится и со течением времени становится только вкуснее она состоит из 11 слоев обязательно попробуйте это потрясающая сладость стол под влияем мукой тесто делим на одиннадцатых частей две части должно быть больше остальных девятых частей раскатываем первый и крупных шариков смазываем форму маслом распределяем первый слой по форме разравниваем скрепляем края тесто мягкое и эластичное тянется замечательно если случится так что где-то порвется не пугайтесь это не страшно если получится то подтяните тесто и залепит дырочкой если не получается то пуст остается дырочка дорогие мои тоже на тесто должно быть как бумажный лист лишнее тесто отрезаем раскатываем маленький шарик из теста первый слой смазываем маслом но не посыпаем начинкой смазываем масло только первый лист в отличие от других видов пахлава азербайджанская готовится с обожжим количеством приправ корицы ванилина гвоздики шапрана кардамона кориандра и других после второго слоя посыпаем ровным слоем начинки 3 столовые ложки то же самое повторяем со всеми слоями на пласт теста сыпьем сразу начинку повторяя слоями надо смазывать маслом растягиваем тесто чтобы закрывал всю начинку и слегка прижимаем рукой чтоб вышел воздух 10 слой не посыпаем начинкой последний одиннадцатый слой должен был из большого шарика теста секреты пахлавы в азербайджанской кухне все используемые продукты должно быть комнатной температуры поэтому рекомендуется заранее вынуть их из холодильника и перед добавлением муки просеять ее через сито разрезать ромбами всю форму прорезать до дна не торопитесь для реализации рецепта пахлава по-азербайджански вам понадобится мука она должна быть произведена из твердых сортов пшеницы рекомендуется приобретать упаковка с опометкой высший сорт молоко лучше всего использовать для приготовления домашний продукт можно и магазинный сливочное масло должно быть достаточно жирным не менее 80 процентов не стоит заменять на маргарин вы пожертвуете не только вкусом десерта но и своим здоровьем для смазки берем желток добавляем 50 грамм молоко перемешиваем и очень аккуратно смазываем наше тесто украшаем каждой ромби миндалями поставьте в разогретий то 180 сельсия духовку на 10-15 минут чтобы подсохнет щелток рецепт приготовления этого восточного лакомства имеет множество вариаций привнесенных различными странами но рода начальником десерта считается азербайджанская кулинария где пахлава готовится с использованием дрожжевого теста сладкого сиропа орехов и многочисленных приправ рецептура пахлава принятая во всем мире предусматривает изготовление слоеного теста аккуратно медленно по всей поверхности налить растопленного масла важные правила приготовления пахлавы правильно разведенные дрожжи температура жидкости должна быть в пределах плюс 35 38 градусов а для активации процесса брожения их рекомендуется оставить на 15-20 минут теплом месте запекаем до готовности приблизительно 30-40 минут оставший готовый срок процеживаем пахлава уже готова сразу заливаем сиропом по линиям среза и оставляем для пропитывания и остывания дорогие зрители сочная ароматная вкусная хрустящая и мягкая настоящая азербайджанская пахлава готова приятного вам чаепития и 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